Это самый важный, на мой взгляд, аспект древнего знания. Он был важен не только для тех, кто это знание получил в древности, он, по сути дела, важен и для нас, для неживущих. И именно в силу того, что это знание было ключевым и сверхважным, оно было дано людям, жившим на Земле тысячелетия назад. И слава Богу, что оно сохранилось до сегодняшних дней. Это знание о необходимости синхронизации внутреннего биологического времени человека с биологическим, что так можно выразиться, вообще, реплогитарным временем Земли. В первую очередь это было связано со следующим, как говорит древний текст. Учет этого знания открывает перед человеком необычные, уникальные возможности. Если же человек не учитывает этого знания и начинает двигаться по пути самопознания, а особенно это касается всех тех технологий, которые связаны с процессами или со временем, в первую очередь именно со временем. Такого рода взаимодействие с полями времени приводит к тому, что человек становится носителем этой энергии. И это вполне естественно. Когда человек становится носителем энергии, это дает ему определенные преимущества по сравнению с окружающими его людьми. Он начинает себя чуть-чуть лучше чувствовать. У него открывается возможность общения с каким-то параллельным миром. Он получает доступ к информации о прошлом, о настоящем и будущем. Но у этого эффекта есть определенная опасность. И она в первую очередь связана именно с тем, что в обычной жизни, без учета определенного знания, человек находится в асинхронном состоянии. Иными словами, если перевести на современный язык, что это означает, то я бы это проиллюстрировал следующим образом. В тот момент, когда знание о необходимости синхронизации, последний источник, который об этом рассказывает, это герметический текст, так называемый изумрудный склижаль Гермеса, когда это знание было утрачено, люди оказались в очень невыгодном, мягко говоря, положении. Если мы проанализируем жизнь и того, как закончилась жизнь всех признанных всемиром учителей, таких как Джидо Крешламуфи, Арман Махариши, Велика Ананда, Шиала, Бинда и так далее, то мы приходим к очень важному открытию, неожиданному, что все они в основном умерли от антологических заболеваний. И вот древний текст, о котором я начинаю разговаривать, он и несет в себе информацию о том, что необходимо учесть определенные генетические особенности организма человека, его энергосистемы и энергосистемы Земли. Если же эти знания не учесть, то человек однозначно столкнется с началом обвального онкологического процесса внутри себя. Именно потому, что он становится вносителем энергии. И эта энергия, когда она начинает в нем активизироваться, она должна быть как бы синхронизирована с антологическим потоком Земли. Синхронизация приводит к эффекту гармонизации. И вот когда человек сгармонизировал в себе этот поток, а это делается только с помощью инструмента, человек ментально с помощью медитации этого не может достичь, то тогда, как говорит древний текст, человек переступает границу смерти. А онкология не наступает. Но еще раз повторяю, для этого использовались инструменты, такие как жазы гора, пирамиды, стерки с биоцинковыми вкладышами, вот эта корона-атеф так называемая, это все, что было связано с созданием разности потенциалов между правой и левой стороной человеческого тела. Это принципиально важное знание. Оно настолько принципиально важно, что оно нашло свое отражение даже в Библии, где речь идет о том, что когда змей-искуситель в Эдемском саду дал вкусить, когда уел дерево, яблоко с дерева познания, то Господь изгнал их из Рая Эдемского вида. Так вот, с точки зрения познания и надо взглянуть на сам феномен, о котором идет речь. И, безусловно, не в абсолютно чистой форме Библия сохранила эту идею. Но сравнивая этот текст с тем, что говорится в древнегипетских текстах, приходишь к однозначному выводу, что в древней доктрине понятие познания всегда было связано с процессом самосовершенствования. Процесс самосовершенствования, как и сейчас, он всегда связан с какими-то практиками развития внутренней энергетики. Сознание, мы понимаем, напрямую связано с некими энергиями, когда мы очищаем свой организм от вредных энергий, от негативных потоков. Люди приходят на места силы, люди медитируют группами. Так вот, это все, так или иначе, позитивно влияя на организм человека, замедляет скорость в внутреннем биологическом времени. Это дает человеку, как я и говорил, уникальные состояния, эйфория, восторг, доступ к информации и много-много-много всего. Но как только человек вышел из состояния медитации, зазвонил телефон, или в кухне закипел чайник, когда свистел, человек вышел из состояния медитации, иммунная система тут же делает откат. Она как бы возвращает внутренние биологические часы к тому состоянию, к которому организм находился до того. Иммунная система призвана удерживать организм в стабильном состоянии, который был всегда. И вот эти скачки туда-обратно, туда-обратно, они в какой-то момент после замедления начавшегося ускорения начинают ускоряться все быстрее и быстрее, и мы наблюдаем начало неконтролируемого директора клетки. То есть тот процесс, который мы называем онкологией. Вот этот феномен необходимо и очень важно учесть. Здесь мы сталкиваемся с очень необходимым и очень важным решением. С одной стороны, мы понимаем, что наша будущая эволюция, эволюция сознания, напрямую связана с энергиями пространства, энергиями времени. Если мы хотим получать информацию из параллельных течений, из параллельных реальностей, мы должны будем взаимодействовать с полями времени. Эти поля времени будут влиять на наше внутреннее биологическое время. Будет наблюдаться эффект замедления внутреннего биологического времени. Всегда замедление. Но именно замедление и несет в себя критическую опасность. Если мы замедлим время, онкологический процесс неизбежен. И именно поэтому, как я и говорил, все всем миром признанные учителя и Дриду Фишнаморки, и Роман Манхайш, и Великананды, и Шри Валадинда, и Мира Альфаса, и Ванга, и Кастанада, все умерли от рака. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но если мы все-таки вернемся с благодарностью к тому древнему тексту, который говорит, что на этом пути вас подстерегают определенные опасности, важно то, что этот текст дает решение. Он говорит, время – это фундаментальный принцип. Время вне нас. Время внутри нас. И для того, чтобы человек как бы прошел границу смерти, он должен синхронизировать свое внутреннее биологическое время с часами Земли. Для этого необходимо использовать инструмент пирамиды, который синхронизирует все семь энергетических оболочек человека с оболочками Земли одномоментно. Но это крупный, большой инструмент, доступ, в который не имели все люди, все жрецы. Там работала очень небольшая каста. Для того, чтобы этот вопрос решить масштабно, скажем так, на уровне хотя бы локально, цивилизационно, использовались так называемые жезлы гора. Жезлы гора, которые позволяли синхронизировать первые три оболочки человека с первыми тремя оболочками Земли. И вот уже этот факт предоставлял возможность пройти границу смерти. И именно поэтому куда бы вы ни пришли, в какой бы египетский музей не посетили, вы увидите древнеегипетские скульптуры с форонами, держащими в руках вот эти вот предметы заранее жезлы гора. И в первую очередь потому, что это были предметы высочайшей значимости. Это был вопрос жизни и смерти. Пройдет жрец по-новому, границу смерти или не пройдет. Поэтому неотъемленными атрибутами их жизни всегда были жезлы гора. Это особого рода стельки. Они позже как бы трансформировались в стельки из золота, но это уже фаза утраты знаний. Изначально все-таки это было строгое знание необходимости стимуляции двух встречных потоков времени и достигалась эта стимуляция именно на уровне физического тела с помощью создания разнообразия потенциала. Для чего используются инструменты жезлы гора? Это медь цинк, сплав медь золотом, цинк с серебром, стельки тоже самое, корона отэр, она тоже была половинчатая, правая сторона медно-золотая, левая цинково-серебряная и храмовые комплексы и пирамиды в основе материала использовался кварц, а кварц это пьезоэлектрический эффект, стоит только человеку, вот снаряженного вот всеми этими инструментами, как жезлый город, когда его оболочка энергетическая и электромагнитная, она как бы увеличивается, он заходит в пирамиду, пирамида синхронизирует резко, но синхронизация происходит за счет высокой точности, прецизионной точности колебаний Земли, то есть пирамида концентрирует в себе энергию Земли, чистоту колебаний, биологическое время, скажем так, как можно выразиться, энергетическое время Земли. Человек вошел в пирамиду, произошло влияние на его внутренние биологические часы, произошла синхронизация, человек прошел конец смерти. Именно поэтому в древности те, кто это делал, жили очень долго, они не болели, и именно поэтому древние тексты сохранили уникальное, пусть отрывочное, пусть поверхностное упоминание о том, что эти состояния напрямую связаны с таким понятием, как время и пространство, что дает человеку необычное состояние саматхи, но эти состояния, они помимо пользы, несут в себе и определенную опасность, о которой люди должны знать. Вот эти знания, в частности, они описаны в книге Земли у древних египтян, и в современном издании этой книги называется Жезлгора, там можно найти переводные тексты древних текстов, где рассказывается о необходимости и о правилах всех организаций. Продолжение следует...